Добрый вечер в прямом эфире на ТНВ новости Татарстана в студии Лисан Сабирова и в начале коротко о главных темах выпуска. Экстремизм, наркотики и интернет-мошенничество. Сегодня практически каждую неделю происходит 2-3 задержания дистанционных мошенников, причем наши сотрудники научились доставать их в самых различных регионах России. О новых вызовах перед татарстанской полицией Лина Зинатулина. С 1 июля этого года платить за коммунальные услуги будем больше. Потребление вырастет не более чем на 4,2%. Комитет по тарифам озвучил утвержденный максимум. Подробнее Анна Городнова. Когда бобры оказались недобры. Картошку подняли, тут уж картошку никак нельзя хранить. Как животные затопили целое село, увидела Альбина Слагараева. Не забывать о безопасности. Мы не рекомендуем купаться в проруби людям с хроническими заболеваниями. Готовы ли купили Татарстана принимать верующих, узнал Сергей Хайдаров. Резонансные убийства, громкие задержания и так называемые дела глухари. Сегодня в МВД республики подвели итоги работы за год. Полицейские показали лучший за 12 лет результат в раскрытии разбойных нападений. Их стало меньше на треть. Хулиганств в половину, а вот наркотиков изъяли в 7 раз больше, чем годом ранее. В центре внимания вызовы времени, экстремизм, интернет-мошенничество и наркоторговля. Какие задачи стоят перед стражами правопорядка Лина Зинатулина? Убийство иностранного студента в центре Казани в феврале прошлого года потрясло Татарстан. Преступников задержали уже через две недели. Так за весь год в республике раскрыли 95% убийств. Уровень преступности при этом ниже, чем в стране, и нарушать закон тоже стали реже. На 2000 преступлений меньше, чем в 2016. Среди них и громкие дела Чистопольского Джамаата, Хизвуд, Тахрир и других запрещенных группировок. А вот погромы на татарских кладбищах так и не раскрыты. Противодействие экстремизму задача номер один от президента. К тому же с радикальными идеями в республику проникают оружие и наркотики, которых за прошедший год в 7 раз больше. Необходимо принять дополнительные меры по повышению эффективности разысленной работы на каналах миграции и туризма. Проводить профилактическую работу, особенно в молодежной среде. Активнее осуществлять информационные противоборства деятельности экстремистских и радикальных организаций соцсетей. Соцсети и современные технологии тоже на повестке. Пока система камер «Безопасный город» помогает искать преступников, те сами ищут жертв, не выходя из дома. В интернете. В 2017 году проведено специальное созидание коллегии. На эту тему разработан единый для всех подразделений алгоритм действий. Программное обеспечение это дало свои результаты. Сегодня практически каждую неделю происходит 2-3 задержания дистанционных мошенников. Причем наши сотрудники научились доставать их в самых различных регионах России. Но не меньше работы и на улицах. Рустам Мениханов призвал полицейских активнее взаимодействовать с Росгвардией и ЧОПами. Безопасность населения в приоритете у президента страны. Владимир Путин не раз подчеркивал. На улицах, городов и поселках, в своих домах люди должны чувствовать себя спокойно. Я обращаю ваше внимание на следующие приоритетные задачи. Прежде всего это обеспечение безопасности граждан и общественного порядка. Сокращение количества преступлений, совершенных в общественных местах. Продолжается работа по борьбе с организованной преступностью. Хоть на дворе и не 90-е, за год раскрыли больше 300 групповых преступлений. И больше 700 совершенных членами преступных формирований. Снимать со счетов проблемы организованной преступности явно преждевременно. Она никуда не исчезла. Да, задавлена, но ищет любые пути вернуть себе былое влияние. Напомню о дерзком нападении на торговый комплекс «Алтын» в Казани. Совершенную в марте прошлого года. ЕБДД республики в связи с сокращениями потеряет 190 сотрудников. В правительстве уже знают, как это компенсировать. Руководством республики принято решение компенсировать данное сокращение путем выделения дополнительных еще 165 единиц муниципальных служащих. Одна из ближайших задач силовиков безопасности и правопорядок на выборах 18 марта. Будут попытки раскачать ситуацию в преддверии выборов президента России. Мы должны быть готовы обеспечить должный правопорядок и дать людям спокойно проголосовать. В минувшем году сотрудники МВД обеспечили безопасность более 3,5 тысяч мероприятий, самым крупным из которых стал Кубок Конфедерации. Но этот год ставит задачи еще сложнее. Впереди работа на президентских выборах и чемпионате мира по футболу. Лена Синатольевна, Игорь Романов, ТНВ «Казань». Они те, кому идут в первую очередь. Так случилось и в истории Альмиры Ситниковой. Похититель из ее рук вырвал мобильный телефон. На эти преступника помогла единственная зацепка. Она же вывела и на подельников. Мы продолжаем нашу рубрику «Разрешите поблагодарить». Рамиль Шайдулин о том, как быстро помощь пришла. Конечно, обязательно с тобой увидимся. Стоило только положить трубку. Пройдя вторую чеченскую кампанию, Альмира Ситникова и не думала, что пострадает от уличных грабителей. Женщина шла домой, когда сумку с телефоном присмотрели местные щипачи. И среди бела дня женщина осталась ни с чем. Невзрачные с виду. Казанцы, кое-как по Новоазинской, проходят в минуту десятки, если не сотни. Просто вырвали телефон из рук и можно было распрощаться с ним навсегда, если бы не подозрительные приметы. У одного рука была загипсованная. И вот Менгазов нашел. Да, добрый день. Менгазов это шеф местного уголовного розыска, на которого перевела диспетчер службы 112 и, как оказалось, не прогадала. По гипсу вышли на воров, а с ними и на телефон. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были данные лица задержаны. Ими оказались несовершеннолетние парни, которые проживают на территории, обслуживаемой нашим отделом. С грабежа до поимки прошло чуть больше суток. Возраст не оправдал преступников. Отвечать пришлось по закону, а телефон вернуть. Благодаря таким людям, как Менгазов Марат, можно верить в торжество справедливости и свою безопасность. Альмира Сеснова больше не боится доставать телефон в людных местах. И номер полиции теперь первый в ее записной книжке. Всегда при ней теперь и блокнот. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Стал известен размер президентских выплат в Татарстане. По инициативе Рустама Мениханова, женщины, проживающие на селе при рождении первого и третьего ребенка, будут получать по 50-100 тысяч рублей соответственно. Напомним, выплата единовременная. Эту информацию нам сегодня подтвердили в Управлении социального развития Кабинета министров. В течение месяца будет подготовлен пакет документов для введения дополнительной меры социальной поддержки. Рост тарифов для татарстанцев в этом году не превысит 4,2%. Платежи вырастут с 1 июля. Об этом сегодня сообщили на итоговой коллегии Госкомитета по тарифам. При этом нужно обеспечить баланс интересов поставщиков и потребителей, которые должны получать качественные услуги по доступной цене. Такую задачу поставили перед ведомством о счетах и счетах Анна Граднова. Тарифная политика на теплоснабжение, она очень сильно бьет. За отопление в декабре Геннадий Сомов заплатит тысячу рублей. И это еще немного по сравнению с большинством казанцев, которые за теплый месяц отдали, к примеру, за двухкомнатную по 4 тысячи. Все потому, что в многоэтажке старшего по дому установлены погодные узлы регулирования. Такие приборы пока есть только в 65% домов в Казани. Если вы видите узлы погодные регулирования, то работа нормальная, установленная в 100%. Это, как минимум, снизу платы за теплоснабжение на 30%. Строчка за отопление одна из самых больших в платежках. А с 1 июля этого года платить будем еще больше. Тарифы на тепло, электричество и воду вырастут. Что касается газа, тарифы установят позже, после принятия фаз необходимых решений. С 1 июля совокупный платеж граждан нашей республики за коммунальные услуги при сопоставимым объемом потребления вырастет не более чем на 4,2%. Несмотря на установленные тарифы, некоторые ресурсоснабжающие организации все-таки нарушали законодательство. В прошлом году Госкомитет по тарифам провел 150 проверок. Возбуждено 97 административных дел. Теперь эти компании должны выплатить штраф на общую сумму почти в 3 миллиона рублей. Задача Государственного комитета по тарифам обеспечить баланс экономических интересов поставщиков и потребителей, которые в конечном итоге должны получать услуги надлежащего качества и по доступной цене. Модернизация ресурсоснабжающих организаций не должна сказаться на повышении тарифов, отметили на коллеге. Совсем недавно завершилась масштабная реконструкция одной из старейших станций республики, Казанской ТЭЦ-3. Перед группой компании ТАИФ стояла задача не только обеспечить электротепловой энергией промышленные предприятия, жилые дома и социальные объекты, но и не допустить роста тарифов. Рост выработки электроэнергии на конкурентном рынке вырос в три раза. Тарифы, установленные Госкомитетом, по-прежнему самые низкие в Казани. То есть они на 30% ниже тарифов других теплоисточников в городе Казани. Все установленные тарифы с 1 июля не должны превысить размер инфляции. За этим должны будут следить контролирующие органы. На то было указание президента страны Владимира Путина. Рост тарифа обозначен в качестве 4%. Во-первых, он не выдерживается. И в среднем, даже рост по коммунальным этим платежам, в среднем, не 4% составляет. А вот по последним данным, я вчера смотрел, 8,8. Это вообще никуда не годится. У нас же есть ограничение 4. Откуда 8,8 взялось? Анна Городнова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Минимальная зарплата в Татарстане повысится до 10 126 рублей в месяц. Такое соглашение подписали сегодня премьер-министр Алексей Писошин, председатель Федерации профсоюзов Татьяна Водопьянова и председатель объединения работодателей Александр Лаврентьев. Напомним, в прошлом году минималка была 9 489 рублей. В сентябре прошлого года президент России поручил правительству довести минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума во всех регионах. Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить мрот с нынешних 71-72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%. И не позднее, а если правительство посчитает возможным и раньше, но не позднее 1 января 2019 года приравнять мрот и прожиточный минимум. Бобры нарушили покой куяновцев. Одноименную деревню Менделинского района затапливают уже второй раз за месяц. Животные разбили плотину на местной реке, она вышла из берегов. Теперь местные жители передвигаются на лодках. Вода затопила дворы, сарай и дома. Масштабы стихии оценила Альбина Солгораева. Сейчас вода замерзла и улицы деревни превратились в один большой каток. А еще несколько дней назад все село было затоплено. В сельский магазин добирались на лодках. Фундаменты домов и сараев размыло. До сюда уже вода стояла и текла по канаву до нас. Картошку подняли, тут уж картошку никак нельзя хранить. До весны, наверное, уж и невозможно будет спускать. Картошка наверху, в погребе вода. Вот так и живем. Запасы уничтожены, погребы погребены под водой. В некоторых домах до сих пор вода, ее вычерпывали своими силами. Во всем виноваты бобры, говорят местные жители. Они соорудили плотину на местной реке, из-за чего та вышла из берегов. Добраться до реки непросто. Но спасение утопающих, дело рук самих утопающих, решили сельчане. Теперь самостоятельно разбирают намытые бобрами. Работы много, бобры соорудили крепкую плотину. Убираем, чтобы вода уходила не в поле, а не в древнее, а по траншеи туда дальше. А вот местные спасатели решили принять профилактические меры. Для исключения дальнейших таких происшествий будет произведен также параллельно отводной канал русла реки, в случае дальнейшего построения таких плотин, чтобы вода по данному обходному каналу уходила вдоль реки. Также в этом районе будет решаться вопрос о регулировании численности бобров. Ведь после их деятельности каждый раз хоть потоп. Альбина Слагараева, Шатаюбов и Альберт Шефигулин, ТНВ, Менделинский район. Там, где бобры, все в порядке с экологией. Новые водные месторождения, глобальная очистная компания в Волге, экотехнология предприятий. Сегодня два ведомства, которые отвечают за экологическую обстановку в Татарстане, подвели итоги работы в 2017-м. Свои задачи перед экологами обозначил Рустам Мениханов. Как прошел год экологии, расскажет Альбина Менибаева. Коллеги, вот эту воду, которую пью, утром набрали как раз в этом источнике. Эта вода из нового казанского источника, новое месторождение пригородное, позволит обеспечить качественной водой жители поселка М-14. Такие исследования не проводились в 80-х. Еще глобальнее в прошлом году прошла очистка Волги. И представлено на международном форуме экотех предложение по масштабному облесению берегов вдоль всей длины реки Волга, с использованием имеющегося потенциала лесного хозяйства республики. Более трети всех загрязненных стоков приходится на эту крупнейшую водную артерию. Одной из причин таких загрязнений является физический износ и технологическая отсталость очистных сооружений, промышленных и муниципальных предприятий. Деревья и кустарники планируют посадить и вдоль казанки, все для чистоты реки. В прошлом году в республике было отремонтировано 16 очистных сооружений. Рустам Миниханов отметил, предстоит решить еще много проблемных объектов. На самом деле мы никогда столько не вкладывали в вопросы, которые на самом деле требуют серьезных вложений. У нас еще много задач по приведению в порядок очистных сооружений. У нас в Пальметьевске есть проблема, у нас сейчас большая работа идет, показания Васильева. На техническом перевооружении настаивает и президент Владимир Путин. Качество воды, воздуха, сохранение лесов и увеличение количества парков – приоритетные направления. Достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву. Прежде всего за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших, так называемых, наилучших доступных технологий. Экологическое воспитание с детства и Рустам Миниханов сегодня поддержал создание федерального образовательного центра экологов. Упор сделаем именно на научно-исследовательской деятельности и профессиональной подготовке. То есть будем готовить профессиональных экологов. Татарстан – один из индустриальных регионов страны, нагрузка на природу сильнейшая. В прошлом году 158 миллиардов рублей бизнес вложил на улучшение экологии. А Танека станет первым предприятием в России, который участвует в совместном проекте с Росприроднадзором. Первые результаты планируем получить уже к 1 марта 2018 года. Времени он совершенно не остается. Поэтому между ведомствами и компанией сегодня было подписано соглашение по внедрению автоматического контроля выбросов. Альбин Минибава, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Нематочная беременность – не приговор. Операция прошла успешно. Я в дальнейшем смогу иметь детей. О новом изобретении в области лечения внематочной беременности расскажет Алина Бережная. Не забывать о безопасности. Мы не рекомендуем купаться в проруби людям с хроническими заболеваниями. Готовы ли купели Татарстана принимать верующих, узнал Сергей Хайдаров. Казахстан и Татарстан укрепляют связи. Между Татарстаном и Казалардинской областью были подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и информационных технологий. Сегодня с рабочим визитом Казань посетила делегация казахстанского региона во главе с его Акимом Крымбеком Кушербаевым. Они побывали в Иннополисе и в крупных медцентрах. Вечером в Казанском Кремле их принял президент Татарстана. Рустамин Яханов выразил соболезнования в связи с трагедией. В Казахстане сегодня сгорел автобус с пассажирами. Мы не будем ограничиваться только торгово-экономическими отношениями. Большие прорывные проекты реализованы в Казахстане в части школ, в части высшие школы. И нам это тоже интересно. Инфраструктура инновационного развития, индустриальные парки, зоны, условия поддержки бизнеса очень интересные. Значит, вопросы нашего культурного обмена. В Татарстане очень мощная, развитая промышленность, сельское хозяйство. Очень много достижений, которые мы хотели бы перенять у себя. И, естественно, для этого большая представительная делегация нашей области, коллеги, сейчас разрабатывает совместную дорожную карту сотрудничества, где будут конкретно прописаны проекты. И мы в ближайшее время, надеюсь, утвердим. Программу по Болгуру и Свияжску нужно завершить красиво, поручил Ментимир Шаймиев. Сегодня в Казанском Кремле прошло совещание по вопросам подготовки к сдаче гостиничного комплекса Кулгали. Первых гостей он должен принять уже в середине этого года. Красиво надо завершить, чтобы нигде хвостов таких сильно торчащих не должно быть. Обеспечение финансированием сдачи гостиничного комплекса и подготовки к сдаче, и начало эксплуатации, в частности, финансирование обеспечено. По всей стране открываются избирательные штабы кандидатов в президенты. Напомним, ЦИК зарегистрировал 15 представителей политических партий, претендующих в кандидаты на пост президента и двух самовыдвиженцев. Как идет работа штабов в Татарстане, проинформирует Словак Мухаммадуллин. В Казани заработал региональный избирательный штаб Владимира Путина. Его сопредседателями стали пять доверенных лиц из Татарстана. Помощниками сопредседателей стали Андрей Кадратьев и Игорь Бикеев. Сопредседатели – это люди, которые будут максимально коммуницировать с людьми. Они будут ездить по республике, встречаться, находиться здесь, принимать. Мы, как заместители сопредседателей, являемся организационным ресурсом. Избирательный штаб будет организовывать предвыборную кампанию кандидатов в Татарстане. Здесь будет вестись и общественный прием, отметили сегодня. По первым двум дням работы штаба увидели, что очень большой запрос жителей. Это и обращение граждан, это и звонки с предложениями. Волонтеры в избирательный штаб будут набираться на конкурсной основе, сообщили здесь. Дарья Фролова прошла испытания и стала секретарем регионального штаба. Я принимаю входящие звонки посетителей, получаю в виду учет, с какими проблемами приходят. Беру контакт и уже направляю эту информацию специалистам. У претендента на высший государственный пост от ЛДПР Владимира Жириновского штабы организованы на базе региональных отделений партий. В Татарстане они открыты в Казани и в Челнах, сообщили нам в казанском штабе Жириновского. В республиканском штабе Павла Грудинина готовятся к агитационной работе и к предстоящим дебатам. По словам его руководителя Артема Прокофьева, в штабе идет набор добровольцев. Завершается сбор подписей в предвыборном штабе Григория Явлинского. Как сообщили нам в его региональном отделении, в Казани сейчас идет отправка отчетно-финансового документа в Москву в федеральный штаб. Сбор подписей продолжает Ксения Собчак. Как нам сообщили в ее казанском штабе, в пользу кандидата от партии Гражданской инициативы сбор подписей идет с помощью мобильной группы в Нижнекамске, в Челнах и в Менделинске. По словам представителя кандидата Ирины Волонец, открытие ее предвыборного штаба от Народной партии в Казани планируется. Слава Мухаммадулин и Шат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Центр Изверком предупреждает. Сегодня на официальных страницах в соцсетях ЦИК России опубликовал информацию о поддельных приглашениях на выборы. Постдословно. В подъездах, местах массового вскопления людей и через интернет распространяются поддельные приглашения на выборы от имени председателя ЦИК России Эллы Панфиловой. ЦИК России не имеет никакого отношения к этим материалам. Будьте бдительны. Прорыв в медицине. Казанские врачи получили патент на лечение внематочной беременности. Теперь женщины сохраняют возможность рожать после неудачной беременности. По словам медиков, операции в Казани начали проводить еще 7 лет назад. Однако этот метод в медицинском сообществе признали только сейчас. О новых возможностях. Алина Бережная. Сами пробовали за беременность. Несколько лет ходили тоже по врачам. Тогда Гольша Трумянцева согласилась на ЭКО. На 12 неделе беременности открылось кровотечение. Эмбрион не прижился. Причина отторжения кесарево сечении при первых родах. Смерть от кровопотока. Удаление матки или стать подопытным кроликом на операционном столе. Такой исход событий предвещали врачи. Гульшат выбрала последнее. Операция прошла успешно. Я в дальнейшем смогу иметь детей. Возможность стать матерью после неудачной беременности за 7 лет сохранили более сотни женщин. Врачи РКБ изобрели новый способ лечения внематочной беременности. Раньше такие ситуации решались довольно просто. Если женщине была диагностирована шеечная или рубцовая беременность, диагностика была на нуле. И поэтому раньше это все уходило в радикальный метод лечения. Удалялась матка и все. Ранняя диагностика, УЗИ, рентген и операция без разрезов. Все это позволяет принять необходимые меры еще до момента начала кровотечения и избежать удаления гетеродного органа. Получился определенный симбиоз между УЗИ-диагностикой, между гинекологией и между рентген-эндовоскулярной хирургией. Вот в этом есть определенная особенность и уникальность тоже метода этого. Сегодня в республике внематочная беременность встречается у каждой четвертой женщины. Кесарево сечение предыдущих родов, простуда, первая беременность. Причин патологии много. Как говорят врачи, только ранняя диагностика способна предотвратить смерть матери и ребенка. Как только пять дней задержка и есть тест положительный, надо обязательно прийти на УЗИ и определиться, где все-таки это плодное яйцо есть. Открытие казанских врачей признано уникальным в медицинском сообществе. И с этого года новый метод лечения внематочной беременности запатентован. А это значит еще тысячи спасенных жизней. Алина Бережная, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Одна из важнейших дат в истории нашей страны. Сегодня годовщина прорыва блокады Ленинграда. В этот день, 75 лет назад, Красная Армия прорвала блокадное кольцо. Это событие стало переломным моментом в битве за город. Жители, долгое время отрезанные от электричества и тепла, получили надежду на жизнь и спасение. Полностью блокада была снята через год. Длилась в общей сложности 900 дней и ночей. Она унесла жизни миллионы людей, в том числе 45 тысяч татарстанцев. Письма с фронта приходят и сегодня. Дочь фронтовика из Буинска нашла солдатские треугольники, высланные отцом 70 лет назад. Письма хранились в Краевеческом музее, куда их отдала сестра погибшего. И вот только сейчас о них узнала дочь. О самых дорогих воспоминаниях Светланы Звонарева. Судьба меня от вас отделила, дорогие мои, родные, дети мои. Я ушел в армию. Вчитываясь в строчки, Клара Ионова старается не пропустить ни слова. Это фронтовые послания ее отца Салиха Сайкина. Когда он уходил на фронт, дочери было всего 8 лет. Он без вести пропал. Ну, без вести все. Там стали пенсию платить нам. И пенсию вот мы так и поражили. Про письма Кларе Салиховне рассказала ее родственница, учительница истории первой школы Буинска. На одном из мероприятий в Краевеческом музее, где читали солдатские письма, она услышала знакомую фамилию. Позвонила ей, сообщила о том, что письма вашего отца находятся в музее. После чего она сходила в музей. Была очень рада. Получается, что все послевоенное время письма хранились в музее. Писать супруге Салих Рязаевич не мог. Она была неграмотной. Поэтому адресовал сестре, которая принесла их в музей. Но почему они дошли до дочери только сейчас? Вопрос до сих пор без ответа. Она до слез была тронута, что они вот в первоначальном виде сохранились у нас в музее. И большие слова благодарности нам выразила. Письма Салиха Сайкина стали достоянием музея. Теплые слова, наполненные любовью, согрели сердца близких. Светлана Звонарева, Анна Городнова, Наталья Смирнова, Сирин Хасанов, ТНВ Буинск. Купели прорублены, сходы установлены. Этой ночью по республике откроются 103 купели. В один только Раифовский монастырь для ритуального омовения ежегодно съезжаются тысячи верующих. Это нужно помнить тем, кто собирается совершить обряд. Сергей Хайдаров. Они здесь заходят, опускаются в воду, здесь выходят, идут, раздевалку одеваются. Крещению служители Раифовского монастыря готовятся основательно. Это место одно из самых популярных среди верующих. Вне купаний монастырь принимает тысячи гостей, поэтому безопасность в первую очередь. Для безопасности здесь сделаны сходни, для того, чтобы люди не могли уйти под воду. Количество желающих совершить обряд очищения растет каждый год. И в этом году служащие монастыря решили увеличить число кабинок для переодеваний. Теперь их шесть. Одновременно будут работать сразу два схода. В Раифовском монастыре уже практически готовы принимать верующих. Завершены работы над Литовым городком. Готова и местная купель. С нее остается лишь только время от времени собирать нарастающую корку льда. В Челнах самым массовым местом станет купель на Меликеске, возле храма Серафима Саровского. Правда, толщина льда не позволила в этом году установить гигантский ледяной крест. У нас чистого льда 20 сантиметров, 30 сантиметров такой, типа пирога. Проруби, где можно окунуться этой ночью, больше ста. Их подготовили во всех районах республики. Но жители Нижнекавского района в этом году на традиционной купели на Каме не ждут. В связи с тем, что происходит подъем льда ежедневный, было принято решение в целях недопущения несчастных случаев не вырезать иордань. 103 официальные купели, и на каждой из них этой ночью будут работать спасатели. Более 600 человек личного состава будут дежурить спасатели на этих мероприятиях. Также на каждой купели будут дежурить сотрудники МВД, Министерство здравоохранения, карета скорой помощи. Температура воды в это время года равна нулю. На суше и вовсе минус. И подвергать свой организм такому стрессу врачи советуют далеко не всем. Людям с хроническими заболеваниями, с такими, как сердечно-сосудистые системы, дыхательные системы, мочеполовой системы. Крещенские купания начнутся уже этой ночью и продлятся три дня. Сергей Хайдаров, Ринат Сафин, Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, Максим Липин. ТНВ, Набережные Челны, Нижнекамск, Казань. Вечерний эфир ТНВ продолжит программу «Вызов 112». А сейчас прогноз погоды. До свидания. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии «Алмаз Гафиатов». Большой хоккей вернулся в Казань. После длительной выездной серии хоккеисты Акбарса принимали финский йокерет. Соперник – один из лучших в западной конференции. По набранным очкам они опережают лидера Востока. Но игра от нефтьарения оказалась непростой. Первым отличились барсы. Свой день рождения за брошенные шайбы отметил Станислав Галеев. Во втором периоде у хозяев получилась отменная комбинация. Пара Глинкин-Бурмистров делают счет 2-0. Сохранить ворот у Сухими казанцам не удалось. В концовке финны все же забросили одну шайбу. 2-1 – первая домашняя победа Акбарса в этом году. Те люди, которые пришли сегодня на хоккей, получили удовольствие. Мы давно не играли дома, поэтому я думаю, что мы сделали все для того, чтобы выиграть, показать хороший хоккей. Чем ближе финиш, тем серьезнее битва за выживание. В конце концовки Дакара у грузовиков сменился лидер. Впервые экипаж Эдуарда Николаева вынужден отпуститься на вторую строчку. За два дня до завершения гонки Вилагра воспользовался ошибками соперников. У техники есть привычка ломаться. Причем в самый ненужный момент. Так и случилось с машиной Николаева. Поломка карданного вала привела к потере лидирующих позиций. Федерико Вилагра оторвался от Николаева всего на минуту. Но факт потери первого места он всегда неприятен. Не потерял шансы на пьедестал Айрат Мордеев, идущий на четвертой позиции. Сотников пока восьмой. Сегодня пилотам ралли предстоит непростой участок длиною 522 километра. Финишировать будут в местности Сан-Хуана. А там и до конечного пункта Дакара недалеко. Это непростой день. И чувствую, что сегодня можно что-то отыграть. И потому что все грузовики, которые я пропустил, я все в этой группе догнал. И на нейтрализацию уже всех видел. Девушки из «Динамо Казань» на своей площадке разгромили Екатеринбургскую «Уралочку» в матче 14-го тура чемпионата России. Игра завершилась убедительной победой хозяек в трех партиях. После этой победы казанские волейболистки продолжают возглавлять турнирную таблицу национального первенства. Московских одноклубниц казанские девушки опережают на три очка. Матч против «Уралочки» ожидаемо прошел без упорной борьбы. В первой партии соперницы еще как-то держались. Дальше преимущество «Динамо» увеличивалось с каждой подачей. 20 января команда отправится в Краснодар на матч против одноименного клуба. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Поговорим о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ – компания «Данил Мастер». Весь январь «Данил Мастер» дарит своим клиентам 20% дополнительной скидки на изготовление кухни или шкафа-купе. «Данил Мастер», «Казань», «Восстание 23», телефон 2-167-166. В погоде наметились изменения. В пятницу в республике ожидается значительное понижение температур. Осадков станет меньше. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке Татарстана будет малооблачно. Утром пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит до 16 градусов мороза. На северо-востоке Татарстана малооблачно. Местами снег и до минус 17 градусов. На севере Татарстана в первой половине дня возможен снег. Температура воздуха там составит до 17 градусов мороза. На северо-западе тоже временами пройдет снег. Температура воздуха составит минус 16 градусов. На юго-западе малооблачно, местами возможен снег. Температура воздуха там будет до 14 градусов мороза. В центральном районе республики малооблачно, без существенных осадков и до 16 градусов ниже нуля. В последующие сутки морозы начнут ослабевать и по-прежнему ожидаются осадки. В Казани ожидается снег и до 13 градусов мороза. Ветер юго-восточный умеренный. Атмосферное давление повышенное. В составе 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Магнитное поле земли спокойное. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.